Всем доброго дня, это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии 7 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 22. Класс. Двудольные семейства посленовые. Вспомните, каковы общие признаки двудольных растений. Самый главный признак двудольных растений это наличие, собственно говоря, двух долей, семя доля. То есть количество семечек достаточно большое у этих самых двудольных растений. Какой околоцветник называют двойным? Тот, в котором цветок состоит из чашечки и венчика. Вот он и называется двойным. Почему клубни картофеля считают видоизмененными побегами? Потому что изначально клубень содержит все признаки побега. У него есть пусть и очень короткий, но стебель. У него есть образованные и побеги с листьями. И самое главное, у него есть корни. То есть все это позволяет причислить клубень к полноценному побегу. Трудно представить жизнь современного человека без крахмалистых клубней картофеля, сочных плодов томата, баклажана, перца. Все эти культурные растения относят к семейству посленовые. Отличительные признаки семейства. Цветок представителя семейства посленовых имеет двойной околоцветник, срестнолистную чашечку, состоящую из пяти чашелистиков, сростнолистный венчик из пяти лепестков, пяти тычинок и один пестик. Формула цветка, в данном виде, как видите, она довольно-таки простая. То есть Ч 5, чашелистиков у него 5, Л 5, лепестков до 5, потом Т 5, тычинок 5, пестик 1. Плод посленовых ягода. Картофель у физалиса или коробочка у табака и петунии. Хотя есть там видов на самом деле много. Но плоды либо ягоды, либо коробочка. Как правило, в незрелых плодах растений этого семейства содержится много ядовитых веществ. Некоторые из этих веществ используются для приготовления лекарственных препаратов. Напоминаю, ягода, это то, вернее плоды, это то, что созревает на поверхности растения. Поэтому здесь надо быть достаточно осторожным. У картофеля плоды, они ядовитые. Так вот, сама вся картошка, это клубень, а не плод. То есть не путайте. То, что мы едим, оно созревает у картофеля под землей и к плодам картофеля отношения не имеет. Семейство посленовые насчитывает около 2300 видов. В основном это травы, кустарники, редко небольшие деревья, которые растут в тропиках. Посленовые распространены по всему миру. В диком виде растут преимущественно в Центральной и Южной Америке. Дикорастущие растения семейства. На огородах, пустырях, около жилья встречается послен черный. Это однолетнее травянистое растение высотой до 50 сантиметров. Незрелые плоды послена черного, как и большинство растений семейства, ядовитые. Но спелые ягоды в принципе можно использовать в пищу. На пустырях вдоль дорог можно встретить ядовитые растения, белину черную и дурман обыкновенный. Известно немало случаев смертельного отравления этими растениями. Поэтому в лесу не стоит тащить все ягоды в рот. Только то, что вам знакомо. И желательно вообще в лесу, без необходимости, особо ничего не есть, а лучше собрать какие-то ягоды, если вы особенно с ними уже знакомы, принести их домой, помыть и уже есть исключительно дома. Культурные растения семейства. Посленовые – ценные пищевые растения. Картофель – многолетнее травянистое растение. На подземных побегах, столонах, образуются утолщения, клубни с глазками. Клубни картофеля богаты крахмалом и витаминами. Цветки картофеля обычно самоопыляющиеся. В конце лета из них образуются плоды – зеленоватые ягоды. Томат или помидор – теплолюбивое травянистое растение, которое выращивают ради плодов, богатых витаминами. Незрелые плоды содержат ядовитое вещество, которое при созревании разрушается. Ягоды томатов используют в пищу в свежем и переработанном виде. Томатный сок, томатная паста, различные кетчупы. Также их просто солят и маринуют. Баклажан. Однолетнее растение с простыми листьями и плодом – ягоды. Грушевидные или цилиндрические плоды имеют темно-фиолетовую окраску, а вес может достигать 2 кг. Родина баклажана – Индия. Перец однолетний. Однолетнее травянистое растение, очень требовательное к теплу. Многолетние сорта этого растения, вернее, многочисленные сорта этого растения различаются вкусом и цветом плодов. Из всех овощей он наиболее богат витамином С. Табак курительный. Выращивают ради листьев, богатых ядовитым веществом – никотином. Курение подрывает здоровье человека, так как никотин разрушает органы дыхания, кровеносные сосуды и очень негативно в целом влияет на весь организм. Некоторые посленовые разводят в декоративных целях, например, питунью, табак душистый, физалис обыкновенный. Вопросы и задания. Назовите общие признаки растений семейства посленовых. С моей точки зрения, к общим признакам посленовых можно, во-первых, отнести ядовитость плодов, либо постоянную, либо на каком-то из этапов созревания, и двойной чашелистик. Каково значение растений семейства посленовые в жизни человека? Человек давно сумел оккультурить растения посленовых и очень активно использует эти самые растения для пищевой промышленности. То есть и картофель, и перец, и баклажан, все это посленовый. Даже табак относится к посленовому. И человек активно использует все эти растения в своей жизнедеятельности. Продолжение следует...